Всего несколько дней осталось до Евровидения, и первый концерт состоится в Москве 11 мая, а финал 16-го. Россию представит Анастасия Приходько, и вот как раз ей посвящен очередной выпуск нашего дневника Евровидения. Она уже финалистка и готова бороться за победу. Репетиции, примерки, интервью не дня отдыха. Поэтому на предложение покататься на лошадях российская участница Евровидения Анастасия Приходько откликнулась сразу. С лошадьми Анастасия подружилась быстро, угощала их сахаром и совсем не боялась. У меня всегда вот с рыжими, с гнедыми, у меня было всегда вот комфортно. Нам вот с черными как-то не дружила, поэтому вот хороший очень мальчик, очень нравится. Вот. Мы с ним уже подружились. Впервые Анастасия села в седло в 6 лет. Тогда и решила – вырастет и посвятит свою жизнь лошадям. Но любовь к музыке оказалась сильнее. Мне нравилось всегда петь и смотреть, как другие выступают. Вот. Я всегда говорю, мам, почему не могу так петь, как они? Ну, она говорит, ну, наверное, возможности или таланта не хватает. Ах, у меня не хватает таланта. Хватило. Правда, доказывать, что талант есть, пришлось долго. Участие в фестивалях, победа в проекте «Фабрика звезд», потом в национальном отборе Евровидения. За 8 лет бывало всякое. Кастинги все заваливало, и никуда меня не брали. И все говорили, вы не формат, вы не талант. Ну, как бы я знаю, что я хочу, я могу доказать, что я и талант, я и формат. Возможность еще раз показать свой талант у Анастасии Приходько будет совсем скоро. 16 мая в Олимпийском на сцену она выйдет с песней «Мамо». Олег Леньков, Алексей Шишкин, Первый канал.